Всем привет! Меня зовут Виталий Доровских, менеджер по развитию продукта компании Azergate. Сегодня я вам хочу рассказать и нарисовать принципиальную схему работы решений класса NAC. Для начала нарисуем некую абстрактную стандартную сеть некой компании. За периметром у нас есть удаленные сотрудники, которые работают с ноутбуков, со смартфонов, со стационарных компьютеров, которым необходимо обеспечить доступ к ресурсам сети для выполнения их задач. Подключаются они у нас через интернет и приходят к нам на периметр. Все что с этой стороны это за пределами периметра, все что с этой стороны это наш периметр. В наших офисах сидят такие же сотрудники выполняющие свои функциональные обязанности, работают также с оборудованием различного класса и поработим ровно точно также необходим доступ к сети интернет. При этом наши сервисы находятся внутри сети, которым необходимо и предоставить доступ. С точки зрения безопасности нашим удаленным пользователям необходимо обеспечить защищенный канал связи. Помимо всего прочего для дополнительной защиты доступа необходимо запросить у пользователей второй, а может быть даже и третий фактор доступа. Можем воспользоваться со сторонними сервисами догофакторной аутентификации. Кстати, чего с этого пользователя помимо стандартных логин и пароля запросят, например, смс. С этого пользователя тот же логин и пароль, но плюс push. Этот пользователь помимо логина и пароля у нас особенный, ему достаточно сертификата. Либо какого-нибудь USB токена с тем же сертификатом на борту. Внутренние пользователи в целом ровно то же самое предоставляют логин и пароля. Для этого пользователь, допустим, это генеральный директор и его доступ полный, необходимо защитить его доступ более тщательно. Потребуется и смс и USB токен. Но для того, чтобы всем этим пользователям предоставить доступ не просто во всю сеть, а конкретным сервисам, нам необходимо прописать правила. Сервис у нас в различные сети, электронная почта, СХД, различные сервисы, которые находятся на наших серверах по типу бухгалтерских программ, CRM-системы, BI-системы и прочее. Но для того, чтобы эти правила опять же прописать, нам нужен некий центр управления, где мы напишем HIP правил Host Information Profile. Проверяя каждую рабочую станцию пользователю, дополнительный фактор соответствия профилю пользователя, мы назначаем ему те или иные сервисы, которые необходимы для его доступа. Данную концепцию можно и нужно усиливать с помощью концепции нулевого доверия, о чем мы поговорим в следующих видео. А на сегодня спасибо за внимание!